Хорошая неделя. У нас 120-й урок по книге Мишли. Мы находимся в главе номер 14, предложение номер 31. Ла Металев. Говорит Шлома Амеллах. Да, по-русски. Шлома Амеллах говорит по-русски так. Угнетающий бедного хулит творца своего, Чтёт же его, милующий нуждающегося. Гениальный перевод, но я примерно так же скажу. Тот, который делает ошек, сейчас мы разберём, что такое ошек, для бедняка, он делает хурпа, стыд для своего создателя. Тот, кто его михабет от слова «кавот» почитает, тот даёт милость Эвиону, даёт милость нуждающемуся. Объясняет Мальбин, что Всевышний не создал человека для зла, а только для добра. И каждое создание, которое было создано, ему были предназначены мизаноты, ему были предназначены пропитания. И он предназначил келим шебегем татсутвы такин от мизана. Он предназначил, создал инструменты, с помощью которых человек может добывать себе и готовить себе пропитание. Не обязательно человека, а любое создание. И это тот, который почитает своего создателя, который создал всё с определённой целью, чтобы были хаей, гаидан готов, чтобы была жизнь настроенная для добра. Но человек, мизанатав которого, которому самое единственное творение, для которого тяжело добывать своё пропитание, это человек. Ему тяжело добыть себе еду. И есть бедняки, и есть больные люди, которые не могут добыть себе пропитание. И поэтому приготовлено в природе человека, чтобы человек, то есть Всевышний создал человека с такой природой, человек помогает своим товарищам. Как сказано, а ширвый раш не выгашу, что если встретились бедняк и богатый человек, и обоих их создал Всевышний с целью, чтобы бедняк занимался работой для богача, у которого есть дать много работы, и он нуждается в работниках, а бедняк, он получает дздоку, как будто бы это была матнатхинам, как будто бы это была матона, подарок, просто так. И человек, который угнетает бедняка, угнетает, а не совсем верный перевод, я не знаю, как лучше перевести, сейчас посмотрим, и не даёт ему его платы, то он презирает, делает стыд своему создателю, как будто бы создатель создал какое-то создание для зла, и не приготовил ему пропитание, в котором тот может существовать и жить. И это стыд очень большой, позор очень большой для Всевышнего, что сделал какое-то создание, какое-то живое существо, и не дал ему всё, что ему необходимо. И мы уже говорили, что тот, который даёт хаэй, жизнь, он даёт и пропитание. Но другой человек, который даёт бедняку, матнатхинам, подарки, он даёт кавод, даёт почести своему создателю. И это то, что называется кводо, то, что называется почитание, что он создал богатого человека и бедного человека, для того, чтобы богатый давал вздоку и осуществлял митцвот Всевышнего. И это и есть почесть, которая оказывается Всевышнего, что нету создания, которое создано, леватого создано просто так. Понятие, которое здесь говорит ошек, я сказал, что я потом его немножко объясню. Ошек в Торе переводится как рибит. Рибит – это давание под проценты. То есть любое угнетение с помощью денег называется словом ошек. В данном случае здесь имеется в виду, что человек, который не платит бедному человеку, который на него работал, так переводит Мальбим, не даёт ему вовремя зарплату, это заповедь, нарушение заповеди, не заплатить наёмному работнику вовремя. И так как шадо-пашут-пасука, обычное понимание пасука, это что человек, который не помогает бедняку, он тем самым делает стыд, позор тому, кто его создал. Гаумни Вильна говорит, начинает с Огора, и приводит цитату. В Зогоре написано так. О, и хазек бамази и асе шалом ли, шалом и асе ли. То есть, что это означает? Что тот, кто, и хазек, тот, кто усилит бамази силу, он сделает шалом, и этот шалом, который будет сделан мне. То есть, имеется в виду, что эйн махзик е дэй ани, человек, который не держит, не укрепляет руку бедняка, ваашкин эт хукам, и усложняет их жизнь, усложняет их законы, по которым он должен давать им деньги. В таком случае, бедняк кричит ко Всевышнему. Аль гриют обхи тот мекулам. А по поводу того, что ему хуже, и он более приниженный, чем все. То, что он бедняк, и то, что в результате он начинает говорить фразы против Творца. То есть, когда человеку становится очень плохо, бедному человеку, он начинает, как бы, проклинать Всевышнего. И бэймэд, На самом деле, Гакодыш Брагу все это устроил, бэцеток. Есть какие-то причины, почему один богатый, другой бедный. И Гакодыш Брагу продуманно это устроил. Поэтому Всевышний наказывает бедняка за то, что он говорит против Творца. И это то, что человек, который не дал ему вовремя дздоку, он макзик, он помогал этому бедняку, привел к тому, что сделал грому какое-то действие, из-за которое бедняк так обратился плохо к Творцу. И поэтому человек должен помогать другому человеку, как сказано, киевьет масло дальше, что требуется быть силой, поддержкой бедняку. И тот человек, который поддерживает бедняка, он ясе шалом ли, он делает мир мне, говорит Всевышний, что из-за того, что богатый человек поддержал бедняка, тот не стал говорить всякие гадости про Творца. И после этого, шалом ясели, шэн аним анишо, я ему тоже делаю мир, то есть я его не наказываю. И это то, о чем сказано у Шлама Амелака, о шигдаль, тот, который угнетает бедняка, и из-за этого бедняк проклинает создателя, а тот, который, мехабдолы, тот, который действительно, человек, который действительно относится с ководом с уважением ко Всевышнему, это человек, кто этот человек? Это тот человек, который ханэн лея вьон, который жалеет бедняка, и соответственно, бедняк, он начинает говорить, благодарить Всевышнего за то, что он к нему послал вот такого человека, который ему помог, и тогда уже вместо слова «ошика» получается слово ковод, вместо слова угнетение будет слово кого-то уважение Творца. Но при этом нужно дать ему таким образом, что это даже выше, чем требует суд. То есть, йотерми альпидин, больше, чем следует по закону. Потому что у бедняка всегда есть таава, всегда есть желание получить какие-то вещи, поскольку он нуждается. И поэтому даже он хочет больше, чем то, что ему необходимо. Поэтому здесь сказано слово хонен, слово хонен, которое означает выдать больше, чем то, что требуется. Хонен – это мотнатхинам, это от слова хинам, от слова задаром. Таким образом, Гаон переводит это немножко другим способом, чем мальпин. И по Гаону пшат этого пасука, что человек, который угнетает бедного, то есть не делится с ним, он приводит к тому, что бедняк начинает переживать по поводу своей участи, по поводу того, что ему не хватает. И он начинает говорить плохие слова про Творца. И человек, который привел к этим плохим словам, то есть тот, кто должен был по идее дать ему сдоку и не дал, этот человек получает наказание со стороны Всевышнего. И этот человек, кроме того, что он получает наказание, он как бы хореф асэгу. Он приводит к стыду по отношению к Создателю. Человек же, который поддерживает бедняка, он должен его поддерживать таким образом, давать ему матнатхинам, подарок за даром, больше, чем требуется Альпидин, то в таком случае этот человек приводит к тому, что бедняк благодарит Всевышнего и не проклинает его. И это квот, это тот человек, который михабетат Гошем. То есть он уважает, относится ко Всевышнему с квотом. Тем самым он выполняет, помогает выполнить замысел Всевышнего, что нету ни одного создания, которое было создано, без того, чтобы ему было предоставлено пропитание в этом мире. И это квот Гошема, который раскрывается в мире через того, кто дает сдоку бедняку в форме матнатхинам, в форме подарок просто так, за просто так. Это первый пшат по Мальбиму и по Гагро, который дается этого пасука. В следующем пасуке, пасук Ламид Бейт, 32-м пасуке, говорит Шламу Амеллах, «Возлесваем повергнут будет нечестивый, а праведный и при смерти своей имеет надежду». На иврите это звучит так. «Бараато итхуа раша, вехасеба мато цадик». То есть взлесваем будет отодвинут нечестивый, вехасеба мато цадик, а праведник, даже в смерти, будут к нему отношения хас, хэсет, милость, что-то такое. Мальбим здесь очень короткий. Он говорит, «Раша, даже когда он бамаала рама, на очень высокой ступени, то есть он поднят, вознесен, тем не менее он будет итхемем камо, лебеар шехат, он будет скинуться своего пьедестала, лебеар шехат, в какой-то глубочайший колодец в гейном, ваадиху иазе и ебраато». И вот то, что его так опрокинут, это из-за его раы, из-за его зла, которое в нем. Шараато атсму, тидехэнмэм камо, что само зло – это то, что скинет его со своего пьедестала. Цадик. Не только то, что он не будет сдвинут во время жизни, но даже после смерти он будет находиться под крыльями, шехины под крыльями Всевышнего. То есть Пшада Пашут, который переводит Мальбим, это ситуация, что человек, мы часто видим нечестивых людей, Рашовим, которые находятся высоко в этом мире, и говорит нам Шлома Амелых, что это недолго праздник продолжался, само их зло – это то, что приведет их к тому, что они упадут вниз, лебеар шехат. Беар шехат обычно – это одно из названий гейнома. А цадик – человек, который не только при жизни будет оставаться в нормальной ситуации, но даже после смерти он войдет под крылья божественного присутствия. Гаон говорит, что Бараат Хоид Хараша в зле будет отодвинуть Раша, самим злом будет отодвинуть Раша. Имеется в виду Бараат Ацму из-за злого само по себе, Шиих Тора Лео Цадик, то есть то зло, которое он будет копать для цадика, попытаться сделать какую-то ловушку цадика, в эту самую ловушку он и упадет. Пример. Аман, который делал это дерево для того, чтобы повесить Мордыхая. И он сам на этом дереве был повешен. И это то, что сказано. И Тхэ Раша будет отодвинуться нечестивец. Бетахбело Тацман своими собственными действиями, которые он делал для того, чтобы сделать другому человеку, цадику, зло. Эти сами действия приведут его к тому результату, который мысль для цадика. Что имеется в виду? Цадик, несмотря на то, что он умирает, тем не менее, его цедок, его праведность, оно даст ему что-то даже после смерти. И еще. Что цдока Хосе Альбанаф Афлахармато. И еще один комментарий. Что цдока, который дает праведник при жизни, она помогает не только ему, но и его детям после того, как он умирает. То есть это остается, цдока, которую цадик дает, она остается в этом мире. Цдока здесь называется не только денежная цдока, но любые маосим-тамим, любые позитивные действия, которые делает человек, они тоже называются словом цдока. И все эти маосим-тамим, они помогают каким-то образом не только ему, но и его детям. Хагро объясняет, что в принципе, Мальвим и Агро здесь пишут примерно одно и то же. Агро чуть-чуть добавляет, а именно, что действия, которые делает Раша, те попытки, которые он делает, для того, чтобы опрокинуть цадика в этом мире, сами эти попытки приведут Медакин и Гатмеда мера за меру, для того, чтобы он сам попал в свою ловушку. Пример, который он приводит, это пример Романа и Мэрдэхай, известный пример, когда в тот момент, когда у Хашвироши была бессонница, на датч, на Дамеллах, Хашвироши была бессонница, перед ним читали книгу хроники, книгу о том, как Мэрдэхай спас ему жизнь, там было сказано, и он спросил, дана ли награда Мэрдэхая, сказали, что Мэрдэхаю не дана никакая награда, и в этот момент пришел Аман, и Хашвироши спрашивает Амана, чем наградить человека, которого царь хочет наградить. Аман решил, он в это время шел для чего? Для того, чтобы попросить Хашвироши повесить Мэрдэхая. В результате, на том же дереве, на котором он предлагал повесить Мэрдэхая, он был повешен в очень скором времени, после двух перов, которые устроила Эстер, все обернулось именно для него. Альгаэц Ашер Ехинло, на дереве, которое он приготовил. Он приготовил, и он приготовил, объясняет Раша, приготовил ему, объясняет Раша, для себя приготовил. То есть Аман думал, что он готовит дерево для Мэрдэхая, но Лэмайса он готовил это дерево для себя. Понятно, что эти вещи не всегда, так как в книге Магеллата Эстер бросаются в глаза в этом мире. Иногда в этом мире мы видим царь, в котором Раша успевает его словить свою ловушку и так далее. А иногда нет. Но даже, когда это происходит, говорит конец этого пасука, что у праведника его заслуги остаются и после смерти тоже. И вот с док, и его заслуги, которые он делал, остаются для его сыновей. Это то, что называется схутовод. Схутовод – это заслуги, а вот, которые помогают детям на какие-то поколения, и которые продолжают воздействовать. Сколько времени продолжается схутовод, я не очень могу сказать, очень по-разному. Написано, что от алафим до тысяч поколений, минимум две тысячи поколений, говорит Геморро в трактате Макот, а наказания за преступления, которые делают родители, могут преследовать детей до третьего и четвертого поколения. Адши лишим, вы отрибы им. Таким образом, мы видим, что схует, который сделали родители, остаются награды, остается с потомками до двух тысяч поколений, наказания до трех-четырех поколений, то есть, минимум в пятьсот раз выше мера добра Всевышнего, чем мера наказания Всевышнего. Это дюк, который делает Геморро в трактате Макот. И Дерих Агав просто заодно в этом месте некоторые комментаторы задают простой вопрос. До тысяч поколений. Тысяч поколений это минимум две тысячи, говорит Геморро. Две тысячи поколений это сколько лет порядок? Сколько лет это одно поколение? Возьмем грубо, скажем, что поколение это 20-30 лет. Чтобы не мелочиться, возьмем 20 лет поколения. 20 лет поколения, если мы 20 лет поколения и возьмем две тысячи поколений, то две тысячи поколений умножить на 20 лет это получится много. Две тысячи на 20 лет получится шесть тысяч лет до 60 тысяч лет это получается 60 тысяч 40 тысяч лет я совсем сплю я считал на 30 лишь на 30 лет поколения поэтому посчитал 60 тысяч лет порядка 40 50 тысяч лет получается а мир как мы знаем существует всего 6000 лет поэтому есть те которые медаеким из этой геморы из этого пасука в торе что мир будет несколько циклов по 7000 лет а именно 49 циклов 50 50 тысячный год это будет год аламаба есть те которыми доеким из этого пасука тора что должно быть 7000 по 7000 лет и тогда получится вместе это 50000 лет это получится что примерно поколение примерно по 25 лет и тогда это более-менее как-то совпадает вот но есть те которые это отодвигает говорят что этот дзюк неверное это правило неверное и то что здесь нам говорится о том что тем не менее что заслуги цадика я что непонятно сказал нет понятно в каком и цикле теперь это строили считают что мы находимся в четвертом цикле гагро вильне ский гаон медаек из зогора что мы находимся во втором цикле есть махлокис на эту тему в зогоре написано бэрри шит в начале тора бэрри шит так как читает зогор гаонми вильне то получается бэрри шит это второе начало 2 решит второй цикл в котором мы сейчас находимся это по дьюку который делает гаонми вильне и зогора и у него есть какие-то еще объяснение этому теперь это с роль считает что в четвертом пишет что не глели открылась мне высота вершим лера в тайну всевышнего тем кто его боится что мы находимся в четвертом цикле и ну есть еще всякие мысли на эту тему аризаль бы кабола в каболе аризали ничего на эти циклы в этих циклах не сказано вообще ни одного слова он рассчитывает все весь возраст по 7000 лет и потом еще три тысячи лет еще каких-то тикуним и после десятитысячного года начинается полная алама ба лешим делает компромисс то есть объясняет что резаль не халек и что действительно будет несколько циклов опять по 7 тысяч лет раббейн в хае в комментарии на хумаж я не думал об этом говорит на раббейн в комментариях на хумаж пишет что таких юбилейных циклов по 50 тысяч будет 98 циклов 98 раз по 50 тысяч это уже умножить совсем тяжело то есть грубо 5 миллионов лет он считает 4 миллиона 900 тысяч лет это то что он считает и в каком из этих циклах ювеля в каком цикле из пятидесяти тысяч лет мы находимся я нигде не видел не то чтобы я очень искал но этого я уже нигде не видел но это не означает то что объясняет ба ле лешим он объясняет что души те души которые будут существовать и не каждый будут существовать не больше 7000 лет то есть вот все циклы которые говорится обычных семитысячный цикл он будет с каждой душой тикуна ламот исправление миров будет продолжаться отдельно от секунд на фашу для этого в каждом новом цикле будут другие души со своими другими предназначениями более подробно я уже не очень могу рассказать потому как не очень знаю окей за когда я прочитал когда-то этого раббейна в хаея тоже было энное время назад у меня нету дома раббейна в хаея нашел на него ссылку как раз помогу лешими пошел посмотреть синагогу прочитал синагоги пришел я почему-то находился в таком психомоторном возбуждении на меня произвело впечатление что 98 98 циклов по 50 тысяч лет как-то очень много вот я пришел и рассказал жене что вот так много раббейна в хаея считает что будет существовать мир и так далее на что она мне рассказала анекдот я когда-то знал анекдот но забыл идет урок астрономии профессор читает лекцию объясняет силы гравитационного притяжения то как одна планета с другой как и и объясняет что в результате на сколько-то доль миллиметров каждый год земля приближается к солнцу температура увеличивается в результате через пять миллиардов лет температура на земле будет такая высокая что жизнь станет невозможна задний партер винович спрашивает простите сколько лет вы сказали ему говорят пять миллиардов вы меня успокоили а то мне послышалось пять миллионов так вот это примерно та ситуация поскольку на самом деле 7000 лет или 5 миллионов лет разница очень маленькая пришли нам за свои 70 лет надо выполнить ту а войду который мы должны сделать то для чего мы созданы но тем не менее когда мы говорим что заслуги заслуги отцов падают на детей и так далее остаются детям и так далее то здесь речь идет о том что заслуги отцов которые падают до детей до двухтысячного колена ров комментариев говорят о том что это не связано 2000 это лошон гузма это лошон преувеличение не имеется ввиду две тысячи поколений мамуш потому что две тысячи поколений не будет существовать мир но есть те которые говорят что действительно идет кипшу то и это одно из намеков которые истории на то что будет 50 тысяч лет существования мира на целую вель который вот будет и на целую вель будут распространяться заслуги отцов теперь я хотел еще сказать нас там вот мы накануне можно сказать 17 тому за 9 ава накануне дней связанных с трауром с разрушением храма и потом будет 15 ава день который будет связан наоборот с какой-то радостью и так далее и вот есть такая агада в трактате которая называется таанит сейчас я попытаюсь ее зачитать если мне удастся в геморре тааните судя по всему удастся если я найду конечно спасибо гемора говорит что не было таких хороших праздников в израиле как йом-ки-пур и тубе-ав и 15 ава что происходило 15 ава в йом-ки-пур более-менее понятно это дни в который всевышний прощает ам-исраэль миф который у нас мы получили получили прощение за за золотого тельца и в общем день когда всевышний от всего прощается от всего прощает нас говорит гемора что происходило в этот день в день си-шеби-ав почему это такой большой праздник праздник потому что в этот день было разрешено было дано разрешение коленом жениться друг на друга то есть женщина которая девушка которая родилась в семье в которой нету сыновей она получает наследство папы если она выходит замуж за представителя другого колена то в результате ее наследство остается детям или мужа то есть уходят из ее колена в колено мужа и таким образом переходит из колена в колено переходит переходит имущество земли и так далее мидарайс история это было запрещено делать только в одно поколение поколения пришедших в арицисроэль мидарабонам рабонам запретили и дали запрет выходить замуж за представителя другого колена девушки которая получает наследство папы в результате ситуация шедухами резко ухудшилась потому что понятно что чем больше рынок невесты женихов тем легче найти себе бензук и вот какой-то момент времени рабоны сняли эту токону свою разрешили выходить замуж за представителя других колен и говорит гемора сейчас секундочку сейчас начнем сразу с барайты тан рабонам что происходило в этот день 15 ала тан рабонам батмелых дочка царя просила новую одежду платье у батка энгадоля у дочки коэнгодоле не то чтобы дочки царя не было своего платья судя по всему было но она одолжила баткой энгодоль баткой энгодоле одолжил у сгана у заместителя у дочки заместитель на коэнгодоле тотта у машо хмел хама и так далее баткой эдет ну так оно шло Для того, чтобы лоли ваешь того, у кого нету платья. После этого эти платья, праздничные одежды, окунались в Мику, для того, чтобы, если кто-то был от Мя и одежда от Мя, для того, чтобы все одежды окунались в Мику, опять-таки по той же самой причине, чтобы лоли ваешь ту, которая Бетума. Коля Акелем Тауним Твила. Омар Рабил Озар, говорит Рабил Озар, даже те, которые были Макуполином и Махимов Ковса, которые были сложены и лежали в коробке. Бнот Исройль. Ецот Вахалот Бекарамим. Дочери Израиля выходили и танцевали в виноградниках. Понятно, что это было достаточно скромно. Тана. Мы учили. Миша Эн-Лоиша, тот, кто искал невесту, не было у него жены. Он нефнал-эшам, он шел туда. Дальше дочери Израиля обращались и предлагали себя в качестве жен. Мюхасот Шебаэн. Айо Амрот. Бахур Тэн Эйнэхэл Юхсин. Теперь говорит Барайса. Тану Рабонон. Ефифа Йот Шебаэн. Красавицы из них. Магаю Амрот. Что они говорили? Обратите внимание на красоту, поскольку нету жены, а только для красоты. Мюхасот. Как сказать? Мюхасот. Родословные, наверное. С короче... Родовитые. Из них. Что они говорили? Они говорили, обратите внимание на семью, потому что нет, жена не нужна, а только для сыновей. Третья группа. Мюхуарот Шебаэн. Уродливые из них. Что они говорили? То есть у них как бы с красотой так немножко бы дявит, немножко не очень. И родословная тоже обисла-подкачала. Что они говорили? Они говорили. Кху микхейхам лэшем шамай. Возьмите себе мэках, возьмите меня лэшем шамай во имя небес. Дальше. Убил ваше те трубы загувим. Но только украстьте золотом. Омар Ула. Говорит Ула. Омар Абелялзар. Атида Акодыш Бергула Асот Махуль Датсадиким. Что в будущем Всевышний сделает, не знаю, как Махуль перевести, хоровод для праведников. И он будет находиться между ними в Ганедане. И каждый из каждой будет показывать пальцем и говорить. Вот Бог, вот этот Бог, на него мы надеялись и так далее. Будем радоваться и веселиться его спасению. Гимора, который рассказывает о том, как проходила день 15-го, день, который являлся днем, когда кончили умирать в пустыне те, кто находили, те, кто умирали в пустыне в течение 40 лет. День, когда закончилась Гзейра и можно было войти в Рецесс-Ройль. Вот этот день отмечается таким странным образом. Днем, когда разрешено было брать невесту из другого колена. Соответственно, девушки из самых разных колен собирались, танцевали хороводом и предлагали себя в жены молодым людям. И я еще раз повторяю, каким образом шло это предложение. Первая группа, Ефиор Шебаген, красавицы, что они говорили, возьми жену для красоты, это более или менее понятно, потому что жена нужна для красоты. Вторая, родовитые, что они говорили, тоже более или менее понятно, жена нужна для того, чтобы были родовитые дети, лебаним, поэтому меня родословное во, давай бери меня в жены, тоже более или менее понятно. Третья группа, которая в Геморре называется Михуарот Шибаген, уродливые среди них. Что они говорили? Возьми меня Лошем Шамаем. Тоже понятно, больше не за чем брать, только Лошем Шамаем, только во имя небес, но следующая фраза непонятна. Но только украсть меня золотом. Вроде бы как надо тихо промолчать, попроситься в Жены Дана, украсть меня золотом, что означает эта фраза? От имени Гаун Мивильна я слышал, я не читал этого Гауна, но я слышал от имени Гаун Мивильна объяснение этой Геморы, которое я сейчас попытаюсь привести. Есть три группы Амисраэля. Первая группа народа Израиля – это группа людей, которые полны, красавицы, которые полны схует, заслуг, Маасим Тавим, Дздоки, Лимут Тойры, Митсвот. Они приходят ко Всевышнему и говорят, Всевышний, восстанови с нами брит Несуин, восстанови с нами тот брит, который ты делал во время Маабады Арсинай, во время стояния у Горы Синай. Восстанови. У них есть на что опираться, на собственные заслуги, на собственные Маасим Тавим. Поскольку Амисраэль тебе нужен для Йофи, для того, чтобы красота, твоя красота раскрылась в этом мире, то через нас садиким раскроется эта красота. Это более-менее понятная часть народа Израиля. Вторая часть народа Израиля, у которых Маасим Тавим, Дздоки и так далее, всяких Митсвот, немножко не хватает. Но они говорят, что мы родовиты, у нас есть заслуги схутавот, заслуги наших отцов. Тебе нужен Амисраэль для результата, для того, что произойдет из него, для того, чтобы эти схуёт вышли в Бефоль, и они говорят, что ты сказал в Мишне, в действии, ты сказал в книге Мишли, говорит Шлома Амеллах, о том, что хасаба мато садик, что даже после смерти садик защищает свое потомство. И вот у нас есть заслуги наших отцов, поэтому возьми и восстанови с нами связь Бритни Суин, который был во время Матантоэра, ради тех заслуг, которые мы получили, ради наших отцов. Это вторая группа евреев, которые приходят и пользуются схутом, который у них есть, схутом отцов. Это то, о чем говорит Шлома Амеллах в этом пасуке, который мы учим сейчас. Третья группа, мюхарот шибагам, уродливые из них. Это те, у которых нет ни собственных заслуг, ни заслуг отцов. Они приходят и говорят, То есть, хатан, возьми нас, лошем шамая, возьми нас во имя небес, восстанови с нами Брит Тойра, Брит твоей Торы, Матан Тойры, который ты заключил сам Исраэлем на горе Синай, лошем шамая. То есть, что значит лошем шамая? Ради того, для чего ты давал Тора, нужно же дать, кто-то должен обладать Торой, кто-то должен нести Тора в этом мире. Это кто-то, ты с нами заключил завет, так вот, восстанови этот завет с нами. Мы понимаем, что кто мы такие, мюхарот, заслуг собственных нет, заслуги, а вот, давно кончились. Поскольку это ограниченное количество, несмотря на то, что я говорил, что есть мнение, что это две тысячи лет, но тем не менее, это ограниченное количество, две тысячи поколений. Но тем не менее, это ограниченное количество, и есть люди, у которых скутовод давно кончился. Но только возьми нас и укрась золотом. То есть дай нам те оторот, те короны, которые ты дал им Исраэлю во время Матантоира, когда они сказали на Асева Нишма, верни нас на этот уровень, не за наши заслуги, не за слуги отцов, а Лышем Шамаем, просто поскольку должен быть кто-то, кто несет Тору в этом мире. Это третья группа евреев, которые выходят. Таким образом, после Тишебява, после того, как храм разрушен, после того, как мы уходим в Галут, после 17-го Томуза, после Золотого Тельца, после Развечникова, после всего-всего, что произошло, приходит день 15-го, который день, когда закончилось Гзейра, закончились распоряжения, и у нас есть возможность соединиться со Всевышним заново. И это три группы евреев, которые возвращаются к Творцу, и последний из них, который, наверное, к нам больше всего относится, как мне кажется, не знаю, нигде не видел, что это так, но так вот кажется очевидным, что схутовод тоже не самый сильный, а свои схуют промолчим из скромности. И поэтому все, что нам остается, нам нужно попросить Всевышнего, возьми нас с Лышем Шамаем, только украсть нас с коронами, верните короны на Асава Нишма, но для этого нам нужно приготовить место, на которое корона это может поместиться, то есть нужно приготовить себе Батур Кили, для сосуда, на который Всевышний может вернуть нашей Торы. И тогда единственная надежда, что Акодаш Барагу, поскольку кто-то должен быть в этом мире, кто несет Тору и Митсвот, что Акодаш Барагу вернет нам корону на Асава Нишма, это суть Тубиава, суть 15-го Ава, к которой мы через какое-то время придем. Но здесь мы сейчас находимся в Шлома Амелахе, который говорит, что Цадик должен понимать, что даже, так как Гагрой его объясняет, что даже если его циткус не выйдет в действие сейчас для него, то он должен быть спокоен, что все Маасим Тавим и так далее, даже после его смерти останутся для его потомков. Это Пшат 32-го посука по Гаону. Следующий посук, номер 33, говорит, в сердце разумного при смерти, в сердце разумного почитает мудрость, а среди глупых она бичуется. Слово бичуется по-русски я не знаю, но сейчас посмотрим, что такое на иврите. Я только из песни знаю, что есть такие бичи. Говорит Шлома Амелахе. В сердце мудреца будет, в леонях это накладывают, будет положено, будет находиться хохма. У бекеры в ксилим, а среди глупцов тиваде. Тиваде он перевел как бичуется. Что такое тиваде? Она будет ваэт, ваэт, это тоже нахождение, соединение, собрание. Посмотрим, как объясняет это Мальбим и Гаон. Говорит Мальбим. Блеф навон тануа хохма. Ежгев дель бен хохам, у бейн хонавон. Есть разница между понятием и хохамом, и навоном. Мы много раз говорили, что есть хохма, и есть бина. Сейчас он очередной раз коснулся этого момента. Есть разница между хохамом и навоном. Хохам. Он принимает законы мудрости, неработав от своих мудрецов, бейнам и винтам, не понимая смысл того, что он принял. То есть он принял, это можно, это нельзя, это так, это сяк, без рассуждений. Кашер того хохма Балебо, когда эта мудрость приходит к нему в сердце, ваишмор хукейха, и он будет соблюдать эти хуким, которые он принял, то бэвоа гамцу и рейтава придет так же, когда к нему приходит какая-то картина стаевой, которая у него существует, то есть у него начинает появляться стремление к получению какого-то удовольствия, которое противоречит той хохме, которую он получил, то глупость начинает, глупость тайва и ксилут, вот это таава и ксилут, они вместе, желание к получению удовольствия и глупости, они вместе начинают восставать против законов хохмы, которые находятся у них, в сердце у этого человека, который принял эту хохму. И начинается мелхамак видай, начинается тяжелая война с артиллерийскими обстрелами, с рукопашными и так далее. Хохма. Ашель-балебо ешламил хамап-немид. Хохма, которая есть у него в сердце, в этой хохме есть внутренняя война. Им циюрей-галев с теми картинами в сердце плохими, которые есть у человека, и у него нет никакого отдыха. Но, то есть хохам, это человек, который принял от своих учителей, как себя надо вести, он это запомнил. Но в нужный момент, или ненужный момент, когда приходят разные соблазны этого мира, которые могут быть в виде тайвы, в виде глупости, непонимания и так далее, то у него начинается война. С одной стороны, нельзя, с другой стороны, очень хочется. И надо понять, нельзя, но очень хочется, все равно можно. Или нельзя, но очень хочется, это будет все-таки нельзя. И у него начинается тяжелая война во внутреннем мире. Теперь. Навон. Это человек, который понимает смысл того, что он принял. Он может выучить одно из другого. Мивин давар, меток давар. Из одного он учит другое. И он понимает этим хохмы разумом. Он понимает, каким образом можно победить свое, ецер своего сердца, которые начали нападать на него. И сила его разума, и бины, она будет находиться в качестве щита, предохраняющего от соблазнов этого мира в виде глупости и в виде желаний. В этануах хохмы, и эта хохма на нем будет расположена, имеется в виду, минухами авейха. Хохма будет давать ему минуху отдых от своих врагов. Но ксилим, глупцы, что в нем таова, кто такой глупец, ксиль, объясняет Мальвим, он уже, наверное, десятый раз нам это объясняет, что ксилий – это человек, которым таова побеждает все остальное. То есть, в принципе, он понимает, как правильно себя вести до тех пор, пока у него не рождается испытание в виде таевы. И тогда ецер, который у него есть, он... Он... Сейчас. Тогда ецер, который у него есть, с ней легко можно справиться. И ксилим – глупые люди, в которых таева и ецер начинают как-то преобладать с помощью своей твуны, с помощью своего разума. А они могут удалить хохму из сердца человека, и тогда она больше не найдется у них. То есть, человек, который ксиль, – это человек, который находится в некотором подчинении своему ецеру. И несмотря на то, что его мудрость каким-то образом работает, тем не менее, она работает только до того состояния, когда она не столкнется с серьезным испытанием. Но во время этого испытания, испытание может победить немножко эту хохму. мудрость, которая будет находиться среди них, которой они будут пользоваться, они будут пользоваться только для зла, вот эти люди, которые ксилим, и идти наоборот дорогам хохмы. Я уже объяснял, что ксиль – это не Авиль и не Петти, потому что он знает законы мудрости, которые находятся внутри него, но они не находятся в его сердце настолько глубоко, что когда ецер и тайва приходят к нему, он не может удалить с помощью хохмы свои разные виды ецер-вора, и наоборот. Они удаляют хохму из сердца и начинают ласствовать над человеком. То есть, давайте попытаемся, Лисакем, я извиняюсь, что у меня телефон зазвонил, внутри сердца умного человека находится Навона, находится хохма. То есть, это означает, что человек, который не только принял своих учителей, но размышлял на эту тему и научился выводить, понять смысл каждого закона и выводить из одного закона другой закон, сравнивать ситуации, понимать, чему они подобны, понимать, в какой ситуации как себя вести. То есть, он научился пользоваться тем, что он принял отробанин. Подобный человек, в его сердце постоянно находится хохма, и когда таавот и другие виды ецер-горы приходят к нему в гости на войну, то этот человек может справиться с ними, поскольку он знает, понимает суть явления и знает, что и куда надо включить и каким образом надо бороться с каждым видом ецера. Но человек, которого есть только хохма, но нет убины, не Навон, это человек, который получил набор знаний, но не обработал их, и как только ситуация немножко меняется, и приходит какой-то вид ецера, то начинается ситуация, когда нельзя, но очень хочется. Поскольку он точно не знает, что нельзя, что можно, почему нельзя, у него не хватает ашавы аль-галев, у него не хватает, чтобы это улеглось в сердце, то в этой ситуации он легко, он постоянно находится внутри этой борьбы, ему легко ошибиться. Человек же, который ксиль, который, в принципе, понимает, что можно, что нельзя, но его понимание находится на таком уровне, что это понимание работает до тех пор, пока не случился какой-то приступ ецер-горы, то есть ксиль – это человек, который знает законы хохмы, но они не находятся в его сердце, потому что, несмотря на знания, сердце наполнено таовой и ецер-горой, то в этой ситуации хохма, она будет как-то находиться в галуте внутри сердца ксилем, и в любой ситуации, когда только начинает какая-то небольшая борьба происходить, то хохма будет тут же убегать в изгнание и не будет оттуда высовываться до того, как испытание пройдет. Потом она может снова вступить в действие. Так объясняет Мальбим этот пасук. Гаон говорит, Пируш объясняется, что человек, который из сердца мудреца, чтобы понять в своем сердце, там находится хохма. То есть хохма находится там, где есть понимание, потому что бина, бина – разум, умение анализировать, бина – это умение анализировать, делать вывод из одного к другому. Хохма – это полученная информация, бина – это обработка этой информации, потому что бина – это является клей, кувшином, в который наливается хохма. Если нету бина, то нету хохмы. Но если есть бина, то там может поместиться хохма, туда может попасть хохма, и она будет находиться спрятанной в сердце человека, и она не будет доступна ни одному другому человеку. Но кселим, глупцы, хохма и бина в них вообще нету. И даже частично. Дат, который есть у них, внутри них, этот Дат находится в состоянии тивада, то есть он будет сразу виден всем. То есть у них нету хохма и бина для того, чтобы спрятать. Человек – мудрец, он его хохма, его бина, они находятся глубоко в нем, и они не видны другим людям. Это то, что находится в нем. И он работает с ними, и он учится с ними, и он умеет ими пользоваться, и учится ими пользоваться. Человек, который ксиль, у него не хватает ни хохма, ни бина, то немногое, что он как-то знает, он тут же начинает сразу же кричать, и сразу же всем объяснять, и так далее. Поскольку у него нету мудрости и разума для того, чтобы спрятать свои неглубокие познания. «Потому что истера бы логина, кишкишкария», говорит Гемора в Баумицея. То есть, человек, у которого есть очень немного, он все время этим звенит. Кувшин, который… полный кувшин, когда им трясешь, то никаких звуков нету, поскольку монеты, которые наполнили этот кувшин, там нету пространства, в котором они могли бы как-то трястись, поэтому там будет тихо. Но когда кувшин, у которого есть две-три монетки, и ты им потрясешь, то он выздает очень громкие звуки, как колокольчик. Секунду. Здесь Гаон дальше немножечко входит в мелкий шрифт. То есть, то, что он считает, что относится… Сиздатель, вернее. Считает, что это объяснение, которое как-то связано с объяснениями Альписод на уровне сода, на уровне тайны. Он говорит, что изгимал решоним три верхних сферы. Хохма, бина и дас. Хохма, она в человеке. Она находится в мохе. Она находится в… Ну, как мох перевести? В мозгах. Да, наверное. Лучше не перенести. Тем не менее, в мозге. Тем не менее, лошари элабы либа. То есть, место обитания хохма – это мозг. Но распространяется она в сердце. Поэтому сказано, в сердце Навона, в сердце мудреса, в нем будет располагаться хохма. Бина, она полностью располагается в сердце. Дат, она находится в действии уже, внутри. То есть, даат проявляется. На самом деле, даат – это шея, горло. Это то, что связывает голову с телом. Это то, что называется даат. Но суть даата – это ее проявление. Проявление идет уже через тело. И это то, что сказано. Бекерим. Бекерим ксилим – те вода. Внутри ксилим, в теле ксилим – глупцов. Будет видно их небольшое знание. Знание, оно всегда выходит наружу. Здесь Гаона волнует такой вопрос, что место обиталища хохмы на самом деле – это мозг, а здесь написано, что это сердце. В сердце Навона будет находиться хохма. Что имеется в виду? Хохма сама по себе, как хохма человека, так и хохма Всевышнего, в виде сферот Всевышнего, никогда не проявляется нам и недоступна нашему пониманию, а только через более низкое проявление, через проявление Бина. Первичный замысел, который есть, я не знаю, возьмем какой-нибудь пример, такой избитый пример, который берется постоянно. Человек хочет построить дом. Первое, что у него есть, это мысли о том, как будет выглядеть этот дом. Мысли о том, как выглядит этот дом – это хохма. Она не видна, и никто ее не знает. Проявиться она может в зарисовках, в чертежах, в проекте. Сам дом, строительство дома – это уже когда этот проект выходит в действие, это те действия, которые будут происходить, и когда дом строится, время строительства дома, это уже даат. Так вот, хохма, она видна только внутри Бины. Поэтому здесь сказано, что хохам, человек может быть хохамом, мудрец, это мудрость, которая проявляется через его разум. Разум – это гашава аль-галеф, это когда мысли, они ложатся на сердце, и они превращаются как бы уже в чувства человека, когда он начинает их ощущать, и они какое-то минимальное проявление в виде замысла, в виде плана, начинает выходить в мире. Поэтому человек, который мудрец, человек, который каким-то образом осознал правильность замыслов, и что ему надо делать, и как ему правильно себя вести по законам Торы, то проявление, первое проявление, которое мы можем увидеть этого, это не хохма, а бина. Поэтому сказано, что хохма будет находиться в лев-навоне, в сердце думающего, знающего человека. А глупец, у него в сердце ничего не будет находиться, поэтому все, что у него выйдет наружу, у него выйдет наружу тот дат, который у него есть. А дат, который у него есть, он будет без бина, он будет как бы тоже несколько минимальный. Если кто-то помнит, то была такая Мишна в трактате Перкиавод, которая говорит «Эйн хохма эн бина, эн бина эн дат, эн дат эн дат, эн бина». То есть дат невозможен без бина, бина невозможен без дата, хохма невозможен без бина и бина невозможен без хохмы. Здесь, в принципе, Шлома Мэлла говорит примерно то же самое. Он говорит, что глупец – это тот человек, дат которого, то есть его дат – это уже хибур знаний, соединения знаний с поведением. Ксиль – это человек, у которого поведение не базируется на хохме и бине, а он просто узнает, как правильно себя вести, не зная абсолютно смысла поведения, не зная абсолютно, Откуда это, как это происходит и так далее В принципе, в обычной стандартной ситуации он ведет себя правильно Но до тех пор, пока какие-то соблазны Какая-то Яцергора что-то не придет к нему И не начнет его соблазнять, двигаться в другом направлении Как только это произойдет, он полностью потеряет правильность своего поведения И растеряется Это то, о чем говорит Шлама Амеллаха по комментарии Гаона Окей, следующее предложение, 34-е Говорит Вся эта глава, фактически, показывает нам, как нужно Что такое мудрая жена, которая строит свой дом А глупая разрушает его своими руками Это начало этой главы и продолжение идет до конца Которая рассказывает о том, что человек, мудрая жена Это Тора, которая входит в человека Человек соединяется с Торой, это имеется в виду Ишаха Хама А человек, который пользуется своим разумом Не для того, чтобы знать, как правильно себя вести И как правильно построить свой дом То этот человек называется Ксиль, человек, который называется Глупец И здесь нам подробно рассказывает каждый посыл о том Каким образом человек должен вести себя Как он должен вести себя по отношению к бедняку Как он должен строить свою жизнь, понимая, что от его поведения Зависят какие-то вещи, связанные с его детьми, внуками и так далее И о том, каким образом он должен бороться с Ецергорой И как он должен быть женат на умной жене, а не глупой жене Каким образом Хохма и Бина должны образовать его дат А не дат, не основанные на Хохме и Бине Каким образом этот дат сразу же проявится из его внутренности и наружу И будет работать только до того времени Пока Ксилут, пока глупость, испытания, которые к нему придут Не разрушат все, что было Следующий посыл говорит Праведность возвышает народ А позор племен порочность Объясняет Цдока, она возвеличит народ А милость для народности будет грехом Разница между Гоем и Леумом мы уже несколько раз встречали Думаю, что Мальбим сейчас опять расскажет Поэтому начинаем прямо с Мальбима Говорит Мальбим Есть разница между Гоем и Леумом Есть разница между слов Гоя и Леумом На русском, я не знаю, народ И то, и другое называется народ Леум – это народность В которой есть определенный Связанный друг с другом Определенным датам, определенной религии Ам – это Мелых И Гой – это Кибуц Лават То есть Ам – Айн Мем Это народ, который связан царем Гой – это народ, который связан Просто случайным соединением Что нет ни одного общего царя Ни одной общей религии То есть три слова, которые на русском Обозначают всегда понятие народ А на самом деле У них есть три оттенка, говорит Мальбим Я еще раз говорю Что первый оттенок Леум – это то, что объединено Какой-то религиозной цепочкой Объединено какой-то гашков Единым мировоззрением Может быть, я не знаю Я по-русски эти оттенки в словах, честно говоря, не вижу Леум – это то, что объединено Определенный гашков и определенное мировоззрение Ам – это тот народ, у которого есть царь То есть есть единая какая-то система Для которой они живут, ради которой Которая объединяет их более сильно И Гой – это просто случайное собрание людей У которых нет никакого полного объединения Все эти три слова могут относиться Как к народу мира, так и к евреям В зависимости от состояния, где они находят Есть место, где евреи называются Гой В каждой молитве в Минхе в Шаббат Мы называем Ам Исраэль Гоем Где сказано «Ми камоха Исраэль Гояхат Барец» Кто как народ Твоя Израиля Гой единый на земле Гоями называются также народы мира Ам Исраэль называется Ам Исраэль Леум – народность, нация Я не знаю, как оно относится тоже и к тем и другим Поэтому Мальбим объясняет, что это связано только с тем Что их связывает, ради чего они собрались И все это во всех этих ситуациях Когда люди идут по дороге Дздаки праведности То они поднимаются над своим швелутом На своем опускании, над своей днизменностью Грех Авера – это то, что убирает их Сворачивает их с дороги мудрости Дздока – это для них хэсад Который объединяет их и поднимает их на более высокий уровень То есть Мальбим объясняет это пасук так Сдока – она возвелищит Гоя И сделает его из Гоя, из случайного собрания людей Сделает его собрание, посвященное какой-то цели Хэсад – она объединяет Леум Она объединяет, уже делает народность И хатас – это то, что мешает этому объединению Сворачивает от правильного пути И теряет весь смысл соединения Это объяснение такое короткое Дает товарищ Мальбим Гоон тоже здесь очень короткий, очень длиннее Он говорит Гой, который делает сдоку, этот народ возвеличится Как сказано Что когда разбрасываешь деньги для бедняков То это возвеличивает, поднимает кавод Почитание Когда делают хэсад, тогда не только поднимается этот народ на более высокий уровень Но он также Но кроме этого, это делает какой-то изъян внутри тех, кто ненавидит народ Израиля То есть, когда народ Израиля дает сдоку, то это возвеличивает его Но когда он делает хэсад, это не только возвеличивает сам народ Израиля Но это делает какой-то изъян внутри врагов Израиля Потому что из-за этого увеличивается схуд Израиля То есть, в тот момент, когда Израиль делает хэсад То это увеличивает его заслуги Таким образом, тем, кто замышляет какое-то зло против Израиля У них получается изъян И та сегула, та помощь, которую получает там Израиль от Всевышнего Во время, когда они творят добро Является тем, что вносят бгам, изъян в замыслы Санейхамшель Израиль, тех, кто ненавидит Израиля Потому что Акодыш Бругу должен платить гмуламба Алла Мазе Должен платить награду в этом мире Восхармитство, она огромна Как мы уже говорили про Новохаданоцера Что за то, что он сделал три шага За это он удостоился завоевать весь мир То есть, за это он смог разрушить храм И Гарак от Хасидейна И он хасидов нашего народа сумел убить И все это за то, что он выполнил желание И за то, чтобы его награда была выплачена ему здесь Когда Новохаданоцер в честь Всевышнего Сделал несколько шагов В Сангедрине В Геморе Сангедрине Дафид Садихва приводится Это Агада Которая говорит, что Он пробежал четыре шага Навстречу Всевышнему Навстречу Хискиягу Оказать почте Хискиягу За это награда, которую ему дал Это то, что на сорок лет он сумел завоевать Хискиягу И так далее И в результате всего этого мероприятия Ему даны были возможности разрушить храм И так далее То есть мы видим, что любой хесед Любая отздока, которая делает человек в этом мире Дает ему в этом мире какую-то награду Для Рошоем эта награда полностью выплачивается в этом мире Для Цадиким она иногда остается как основная плата в будущем мире Но поскольку у Рошоем есть какие-то схует, какие-то награды, которые они могут получить в этом мире И эти награды могут как бы сильно вредить То нам вредить, я имею в виду То поэтому в тот момент, когда Исраиль осуществляет Сдока и хесед, то это убирает те награды, которые есть у Санейши и Исраиль У тех, кто ненавидит Израиля И не дает им возможность сделать то, что случилось с Новоходоноцером Так объясняет этот пасук Гаон И у нас остался еще один пасук этой главы Я постараюсь его быстро все-таки пройти Чтобы завершить главу сегодня Он говорит Благоволение царя к рабу разумному А гнев его к позорному Мальвим объясняет это предложение Что желание царя Левит маскиль в Аватоте Ем и Ваеш Объясняет Мальвим Что маскиль разумный Это тот, который очень быстро выполняет свою работу И делает ее самым умным способом Для того, чтобы сразу увидеть и достигнуть Тахлиса То есть царь любит того человека Который убирает правильный путь работы И делает работу так, чтобы как можно быстрее Экономнее завершить ее и достигнуть цели Миваеш, кто такой Мавиш От слова Буша стыд Это человек, который митохер Который опаздывает Для того, чтобы не следить за своим охраютом За своей ответственностью И когда работают на царя То эти работники делают всю работу полностью То желание царя Царь более благоволит к человеку Который маскиль разумный И делает работу наилучшим способом И человек, который делает непонятно как Охраюта без ответственности То это называется авэрой Что он не может обойтись без того, чтобы согрешить И это мусар хасейхель Это мусар разума Как сказано Пусть всегда человек боится в мире И чувствует себя наполовину закай Наполовину хаяф То есть он должен находиться в трепете Находясь в этом мире И считать себя всегда наполовину правым Наполовину неправым И если он сделает одну авэйру Он все разрушит Сделает одну митсу Он все исправит Поскольку благодаря этому Благодаря любой митсу Благодаря любому хорошему поступку Он станет желанным для царя И тогда он сможет исправить все для себя Для всего народа Израиля И для всего мира Целиком И так далее Я задержусь на одну минутку Попытаюсь прочитать Как рой Если нет, то мне придется вернуться Говорит Гаон Что хамат мелах Гнев царя Понятие гнев царя Речь идет о мелах Малахэй Малахэй Макодашбургу Всевышний Его гнев Он направляет Малахэй Мавит Он направляет Ангела смерти Человек хахам И цадик Человек праведный человек И мудрец Он и хапрен Он сможет Лихапэр Он сможет искупить За всякие вещи И убрать Ангела смерти Отменить его Убрать его То есть Выгнать его в данный момент Из данного места Но Двар Малахэй Лаашиф То, что царь уже установил Это нельзя Лаашиф Это ничего нельзя С этим сделать Но он отправляет Ангела смерти К другому человеку То есть Из пункта В пункт Д Всевышний Отправил Ангела смерти Чтобы убрать человека По имени Рувен Рувен Или кто-то другой Может обратить Это действие Таким образом Что Ангел смерти Не коснется Того Кому его послали Но поскольку Приказ царя Не может быть Просто так Отменен То поэтому Ангел смерти Не уйдет Не убив Кого-то другого И таким образом Получается Вместо того Кто должен Быть умершим Здесь Гаон касается Такого Довольно Непонятного Свойства Но я вижу Что у меня Совсем нету Времени Я наверное Начну с этого Места В следующий раз И мы С Божьей помощи Начнем Главу 15 А сейчас Всего доброго До свидания Продолжение следует